Всем привет! Команда Универ Ньюз подготовила для тебя очередную порцию свежих новостей. С тобой Диана Шилова, сегодня в выпуске. О том, каково же это работать в горячих точках студентам журфака, рассказала Ольга Ившина, когда секунда решила все хирургиков и использовали новое оружие против инсульта, успея отдать свой голос за понравившийся институт на дне первокурсника. О международной журналистике, сложностях работы и многом другом рассказывала корреспондент BBC Ольга Ившина студентом Казанского университета. Все самое интересное с мастер-класса увидишь в сюжете Анны Глазуновой. Отважная, сильная и смелая. Она не боится работать в зоне боевых действий, считает, что в журналистике нет пола, расы и национальности. Главная задача журналиста – искать правду. Когда война, то что война в ноль теряется цена человеческой жизни. Человеческой жизни не стоит ничего, просто вообще ничего. Мы стояли, и мой коллега подписывался там. Олег Болдырев в BBC Крым. И вот только он дочитал, как бы в кадровый тел кулак, который отправил Олега Бердалов. Ее непосредственность, жизнерадостность и любовь к своему делу притягивала зрителей с каждой минутой все больше и больше. Мастер-класс для студентов Высшей школы журналистики медико-коммуникации Казанского федерального университета провела Ольга Ившина, корреспондент Всемирной службы BBC. Не все, что мы делаем, не все, о чем мы рассказываем, нравится властям. Для нас главное правило, чтобы материал был сбалансирован, чтобы были представлены все точки зрения. Она когда-то сама, как сидящей в зале, была студенткой Казанского университета, окончила факультет международных отношений и политологии. Я начинала как пишущий журналист, потом и фотографировала, потом ушла на телевидение. В BBC все дочь пригодилась. Мы требуем уметь все. У нас учили снимать, монтировать, ставить, пользоваться спутниковым телефоном, ставить спутниковую тарелку, выходить в прямой эфир с нее. Ольга Ившина освещала события на Майдане в Киеве, референдум в Крыму, вооруженный конфликт на Донбассе. Была в самых горячих точках мира, но при этом ни разу не пожалела, что когда-то выбрала журналистику. Много было проблем, много было сложностей, угрозы для жизни были, какие-то совершенно безумные сценарии. Мне ни разу не пожалела. Иногда думаешь, что, наверное, может быть, пора заканчивать, но о пройденном пути никогда не жалела. Встреча получилась очень интересной и насыщенной. Студенты задавали различные вопросы о работе в горячих точках, о жизненных трудностях и семье. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз. Инсульт – распространенное заболевание, которое поражает не только пожилых людей. Как утверждают врачи, большинство граждан не склонны вести здоровый образ жизни, так же, как и посещать больницы в профилактических целях. В результате Россия получает самую высокую в мире смертность от инсульта. О том, насколько коварна эта болезнь и как с ней борются университетские врачи, расскажет Аделя Шмилова. Инсульты являются одной из основных причин смертности в России. В большинстве случаев речь идет об ишемических инсультах. Это состояние возникает внезапно даже у самого здорового, на первый взгляд, человека. Исход ситуации во многом зависит от того, насколько быстро можно оказать человеку специализированную медицинскую помощь. Федеральная служба государственной статистики уже наглядно демонстрирует нам неутешительный прогноз смертности населения от ашемического инсульта. Когда-то предотвращение этого коварного недуга во время операции и в послеоперационный период казалось чем-то нереальным. И вот уже к сегодняшнему дню такое устройство придумано. И функционирует оно в университетской клинике «Казань». Новое устройство, которое применяется в нашей клинике, это стенд с двойным покрытием. Оно представляет собой тот же самый стенд, но в дополнение к этому для большей защиты имеется еще одна оплетка, которая позволяет как раз провести стабилизацию этих бляшек и не допустить попадания вот этих вот атеросклеротических субстратов в русло сосудистые и предотвращает дистальную меббализацию как раз, то есть предотвращает инсульты. Теперь при операциях идет двойная защита. Устройство защищает сосуды головного мозга от попадания в них частичек тромба и одновременно блокирует даже самую маленькую возможность попадания тромба в поток крови. С помощью нового устройства уже проведена первая операция в университетской клинике. Данная услуга доступна абсолютно каждому. Попасть к нам может любой пациент, у которого будет выявлена бляшка в сонных артериях. Обычно это выявляют врачи ультразвуковой диагностики. Затем пациент идет, обращается к своему хирургу либо к своему терапевту и его направляют уже в дальнейшем к нам на консультацию. Вся медицинская помощь оказывается в рамках обязательного медицинского страхования и полностью бесплатно для пациента. Изучение механизма и причин возникновения инсульта дает основание утверждать, что основными факторами риска являются генная предрасположенность и образ жизни. И если первый фактор из двух – дело науки, то образ жизни зависит только от нас. Аделья Шамилова, Владислав Михневский, Универньюс. Где обитают йети и как оформить осенний топиарий, спешили узнать в слушателе детского университета в Елабужском институте КФУ. В Елабужском институте КФУ пришло очередное занятие детского университета. Учебный день начался с познавательной лекции о мифологии и зоологии. Легенды очень впечатлили маленькие слушатели. Много нового узнала о животных, которые не существуют. Водяная бывает, шуролея бывает тоже. Одна богиня говорили, что была она красивая, потом наказали ее и стала некрасивой. Актуальным и занимателем для юных пучмучек оказалось занятие роль вируса в жизни человечества. В это время студенты детской магистратуры искали ответы на вопросы, как мы познаем мир, изучали основы финансовой грамотности. Я прихожу в университет, чтобы узнать много нового. Какие бывают боги и современные такие чудовища. Какие, например, деньги бывают, бухгалки. Здесь, здесь нравится все. Здесь интересно, здесь прикольно. Родители не отставали от своих детей. Они стали участниками полезного лектория о психическом здоровье школьников. Следующее занятие ждет ребят 19 ноября. Диана Шилова, Динара Алмагомбетова, Денис Супайлов, Универ Ньюс. Искусственный интеллект вызывает вокруг себя много споров, несет ли он опасность или наоборот будет прогрессивным шагом вперед. Об этом вы узнаете из следующего сюжета. В настоящее время ведется много споров вокруг темы искусственного интеллекта. И существуют различные точки зрения. Известен негативный опыт Марка Цукенберга с искусственным интеллектом. Когда руководство социальной сети Facebook вынуждено было отключить свою систему искусственного интеллекта, после того, как машины начали общаться между собой на собственном несуществующем языке, который люди не понимали. Илон Мазок давно известен своим осторожным отношением к искусственному интеллекту. Инженер постоянно говорит об угрозе со стороны умных машин и предупреждает человечество о скором конце. На определенном этапе искусственный интеллект может превзойти человека, да, и тем самым стать суперинтеллектуальным, да, суперинтеллектуальным. И таким образом выйти из-под контроля и прийти к каким-то решениям, которым нам не понравится. Он неоднократно призывал всерьез заняться регулированием системы искусственного интеллекта. В октябре 2014 года он назвал искусственный интеллект величайшей угрозой существования человечества. С того времени он начал инвестировать в компании, занимающиеся изучением искусственного разума, чтобы быть в курсе происходящего. На что Марк Цукенберг ответил, что настроен оптимистично, поскольку, по его мнению, искусственный интеллект делает жизнь людей только лучше. Фестиваль «День первокурсника-2017» подходит к своему завершению. Ты можешь решить, какой институт окажется в числе лучших. Подробности смотри далее. 27 октября состоится гала-концерт фестиваля «День первокурсника-2017». Главный вопрос, который волнует зрителей, участников и организаторов, кто же станет лучшим. Телеканал «Универ ТВ» в официальной группе ВКонтакте запустил независимое голосование за звание лучшего дня фестиваля. На сегодняшний день участие в опросе приняли более 5000 человек. У тебя все еще есть возможность проголосовать за понравившийся институт и помочь ему добраться до второго этапа, который стартует уже 26 октября. Голосовалка у нас появилась в группе ВКонтакте после того, как вышла седьмая серия дневников «Дня первокурсника». Само голосование состоит из двух этапов. Первое оно закончится 26 октября за день до угла концерта. Там мы будем выбирать три лучших дня. А потом уже 27-го до угла концерта мы уже будем выбирать из шести институтов, которые будут, по мнению зрителей, самые лучшие. Все результаты голосования будут озвучены в прямом эфире телеканала во время гала концерта, который состоится уже совсем скоро. В результате смотрите прямой эфир на телеканале «Универ ТВ». Александр Фирсов, Роман Самарин, «Универ Ньюс». На этом все. Это были все новости на сегодня. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok